Часть восьмая. 15 мая 1969 года. Пятый штурм. Как и прошлые дни, день 15 мая начался с мощной артиллерийской авиационной подготовки американцев. Сто пяти, сто пятидесяти и двухсотмиллиметровые орудия обрушили на дон капбе «Шквал огня». Самолеты нанесли несколько ударов, используя 225-килограммовые бомбы, а затем «Кобры» еще раз обстреляли вершину. Артподготовка была настолько сильной, что среди парашютистов распространился ошибочный слух, что им в помощь работают четырехсотмиллиметровые орудия линкора «Нью-Джерси». На самом деле их дальности было недостаточно для того, чтобы достать с моря высоту 9.37. Около 12-ти после четырехчасовой артподготовки потрепанные в прошлых боях роты «Альфа» и «Браво» начали очередное, уже пятое восхождение на гору. На этот раз американцы продвигались очень медленно и были на половине пути до позиции, с которых они начали атаку, когда Хайникат приказал им остановиться. Вскоре на американцев обрушилась контратака вьетнамцев. Коммунисты атаковали вдоль небольшого ущелья между отругами горы, надеясь зайти американцам в тыл на их вчерашних позициях. Однако вследствие того, что ракосаны остановились раньше, вьетнамцы сами оказались под кинжальным фланговым огнем парашютистов и американской артиллерии. Довершил разгром удар двух штурмовиков напалмом и 500-фунтовыми бомбами, на этот раз попавшими в цель. Уничтожив противника, ракосаны двинулись дальше, в то время как артиллерия вновь перенесла огонь на вершину 937. Заняв вчерашние позиции около часу дня, американцы обнаружили, что большая часть отбитых вчера укреплений вьетнамцев вновь занята ими. За ночь коммунисты успели вырыть дополнительные огневые точки и установить значительное количество минклеймор. Два разведчика из 4-го взвода, рот ТБ и сержанта Гарза были ранены, подорвавшись на одной из них, и американцы были вновь вынуждены остановиться. Ракосаны запросили авиаудар в надежде уничтожить им значительное количество клейморов. Авиаудар 250-фунтовыми бомбами вскоре последовал. Сразу после него Гарза вновь повел своих людей в атаку. И, хотя и потеряв еще несколько человек ранеными, им удалось занять вчерашние позиции, уничтожив 8 бойцов противника. На очный и прошлым днем на этот раз американцы сразу обстреливали деревья, быстро уничтожая снайперов, которые однако часто успевали ответить огнем. Теряя солдата ранеными, взвод продвигался вперед, однако силы парашютистов таяли. Вскоре сержант остановился и запросил у капитана Лейта на подкрепление, и получив отделение с первого взвода, вновь двинулся вперед. Уничтожив последних снайперов на вчерашних позициях, американцы обнаружили, что находятся всего в 150 метрах от выжженной вершины высоты 937. После артударов последних дней, а особенно сегодняшнего, только несколько деревьев оставались на вспаханном пике. Рокосаны двинулись вперед, рассчитывая к концу дня, наконец, взять высоту. Однако вьетнамцы думали иначе. Шквал огня прижал к земле десантников, едва они попытались выйти на открытое место. На разбомбленном и выжженном холме оставались укрепления солдат армии Северного Вьетнама, которые от них не желали сдаваться и готовы были драться до самого конца. Перепаханная высота не сильно помогала Рокосанам в обнаружении огневых точек. Пулеметный огонь прижимал их к земле, не давая сдвинуться с места. Наконец, с помощью гранатометов М-72 им удалось подавить некоторые огневые точки и продвинуться еще на 30 метров. Дистанция боя уплотнилась до пары десятков шагов. В этот момент вьетнамцы активно начали применять гранаты, закидывая ими сверху американцев. Понимая, что вершина близка и может быть взята сегодня, Гарза запросил авиаудар с ганшипов непосредственно перед своими позициями. Несмотря на риск, капитан Литон подтвердил приказ и передал координаты двум кобрам, находившимся неподалеку. Сержант закинул гранату с зеленым дымом, который должен был быть сигналом и обозначением пилотом как можно дальше на позиции вьетнамцев. Однако точность авиаудара опять подвела американцев. Вместо атаки вершины ганшипы выпустили ракеты по позициям на 80 метров ниже расположения четвертого взвода сержанта Гарза. Как раз туда, где находился командный пункт капитана Литона. Командир Ротты Б был ранен Шарапнелью. Два человека на командном пункте были убиты, а еще порядка 15 ранены. Одним из убитых был рядовой Прайс. Не путай с капитаном Прайсом и Скалов Дьюти. Как вспоминал его товарищ, вечером накануне он с уверенностью сказал, что погибнет завтра. И попросил своего друга сопроводить его тело в родную Флориду, когда его убьют. Управление Ротты было потеряно. Командный пункт превратился в лазарет с кучей раненых. Прибыв на него, лейтенант Ботча принял командование и немедленно связался с Хайникатом, запросив Медевак. Блэк Джек приказал лейтенату во что бы то ни стало продолжать атаку. Ботча сообщил о недостатке людей для штурма вершины, на что Хайникат пообещал прислать подкрепление и замену раненому капитану Литону. Однако продолжать атаку Ротти Браво не удалось. Обнаружив, что авиаудар пришался по американцам, вьетнамцы контратаковали взвод серванта Гарзы. Атака производилась как в лоб, так и с фланга. Противник пытался отрезать взвод от остальной Ротты. Под огнем стрелкового оружия и гранатометов Гарза приказал отходить. Взводу удалось соединиться с основными силами, однако контратака на этом не кончилась. Вьетнамцы атаковали снова на этот раз уже по всему фронту Ротты Б. Тем временем Ротта пыталась пробиться к вершине южнее между высотой 900 и 937. Хотя командир первого взвода лейтенант МакГреви не верил в успех атаки изначально, он лично повел второе отделение своего взвода в атаку на несколько бункеров, защищавших седло между вершинами, оставив остальную часть взвода под командованием сержанта Лидена прикрывать атакующих. Рокосаны были в нескольких метрах от бункеров, когда МакГреви обернулся и увидел, как РПГ попадает прямо в сержанта Лидена. Взрыв мгновенно убил сержанта и ранил еще несколько человек рядом с ним. Это было тяжелой потерей для первого взвода, так как Лиден считался одним из лучших взводных сержантов во всем батальоне. МакГреви продолжил атаку, однако вскоре, оказавшись под плотным огнем РПГ, Рокосаны и здесь начали отступать. В 15.20 на командный пункт батальона прибыл капитан Чапл, которому Хайника поставил задачу возглавить Ротту Б и продолжить атаку на вершину. Сумасшедший Редерон доставил капитана на позицию Ротты, где у него состоялся тяжелый разговор с лейтенантом Бочей. Тот указал, что при 50% потерь в Ротте за последние 5 дней, при практически полном отсутствии подкреплений, выполнить задачу по взятии высоты Рокосаны не смогут. Однако приказ есть приказ, и утопленные бойцы Ротты Б снова атаковали Донг Аббиа. Атака быстро захлебнулась. Вьетнамцы успели заново занять позиции, с которых отступили парашютисты и успешно отбивали с помощью мина гранат. Капитан Чапл, поняв невозможность атаковать уставшими и деморализованными силами, связался с Хайникатом и получил от него приказ свернуть наступление и отступить ниже, на соединении с Ротте А для организации ночного периметра. Погрузив последних раненых на вертолет сумасшедшего Редрона, Рокосаны как и вчера сожгли лишнюю амуницию и в который раз начали отходить с вершины. Отступив, парашютисты организовали защитный периметр и наконец-то получили подкрепление. За сегодняшний день Ротта А потеряла 17 бойцов убитыми и ранеными, Ротта Б за этот же день потеряла 19 человек. В каждой из них к тому времени оставалось по 67 человек, примерно половина от их штатной численности. Прибывшие подкрепления, однако, оказались далеки от идеала. В основном это были те, кого в английской аббревиатуре принято называть РАМФ, Реар Эшелон Мадефака, то есть клерки, повара и прочий обслуживающий персонал. Этой ночью вьетнамцы попытались провести несколько атак на позиции американцев, в основном это были небольшие группы, ведущие беспокоящие огонь и корректирующие вьетнамские минометы. Однако около 12 группа из примерно 30 саперов, перейдя границу с территорией Лаоса, попыталась атаковать командный пункт батальона. К счастью для Рокосанов, она напоролась на заранее выставленную из засады Роты Си и была практически уничтожена кинжальным огнем парашютистов, хотя бы отчасти расквитавшихся за вчерашний разгром. Под утро удары по позициям вьетнамцев нанесли также оси 130 и пара Кобар. Очередная ночь у высоты 937 закончилась, и предстоящий день не давал надежды на скорую победу. Однако к месту сражения наконец прибыли свежие силы американцев, и в следующем ролике мы познакомимся с новыми участниками битвы за высоту гамбургера. Субтитры сделал DimaTorzok